Новогодний огонек, крупный пожар, произошел в ночь на 14 января в одном из кафе Сочи. На создание комфортной городской среды Сочи в этом году потратит 300 миллионов рублей. Попали в программу и несколько дворов Лазаревского района. За окном зима, а в душе отпуск. Сочи возглавил топ самых популярных курортов России для летнего отдыха. Это итоги раннего бронирования. Рождественские старты. Турнир по спортивной аэробике прошел в Сочи. У местных спортсменов 21 медаль. В ближайшие сутки в Сочи ожидается усиление ветра. Местами порывы до 15 метров в секунду. Дождь со снегом, мокрый снег. На дорогах местами гололедица, туман. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Продолжаем. Новогодний огонек. Крупный пожар произошел в ночь на 14 января в одном из кафе Сочи. Пожар вспыхнул в Адлерском кафе «Огонек» на улице Просвещение. Общая площадь возгорания к тому моменту составляла около 50 квадратных метров. Пламя угрожало перекинуться на соседнее здание. Поэтому спасатели эвакуировали не только отмечавших Старый Новый год посетителей, но и постояльцев близ лежащих гостиниц, сообщает городской портал Сочи.ком. По сообщению очевидцев, в МЧС по Краснодарскому краю кафе загорелось около половины третьего ночи. В ликвидации огня были задействованы 5 единиц техники и 16 пожарных. Полностью огонь удалось потушить в 3.32. В пожаре никто не пострадал. Причины произошедшего пока неизвестны. В Сочи разбился автомобиль. Два человека в реанимации. ДТП произошло на объездной дороге перед спуском к Мацестинскому виадуку. Разбился автомобиль, перевозивший стройматериалы. Авария произошла в конце прошлой недели, но видео в сети появилось буквально накануне. По свидетельству очевидцев, на месте происшествия работали сразу несколько машин скорой помощи. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека, которые были доставлены в реанимацию с тяжелыми травмами. УВД Сочи подвели итоги оперативно-служебной деятельности. За минувший год личный состав выполнял задачи по обеспечению общественной безопасности граждан при проведении множества общественно-массовых мероприятий. В прошлом году их было много – общественно-политических, спортивных и культурных. На высоком уровне была организована охрана общественного порядка при проведении третьих зимних всемирных военных игр, российского инвестиционного форума, тестовых матчей, а также Кубка конфедерации, международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Сочинская полиция получила достойную оценку своей деятельности. Следует отметить, что на 8% снизилось количество преступлений, улучшилась раскрываемость. Были также определены приоритетные направления работы на первое полугодие этого года. По-прежнему это обеспечение безопасности граждан, в том числе при проведении международных мероприятий и профилактика преступности на всех уровнях. Госдума одобрила во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон о туристической деятельности, касающихся обязательной классификации всех гостиниц и других мест размещения. Депутат от Сочинского округа Константин Затурин проголосовал против. Он отметил, что эта поправка противоречит интересам как многих сочинцев, сдающих жилье в курортный сезон, так и туристов, поскольку данная услуга дешевле аренды жилья в крупных гостиницах. Что же касается новых правил классификации гостиниц, то нововведение устанавливает, что с нынешнего года обязательная классификация касается мест размещения с номерным фондом более 50 мест, со следующего года более 15 мест, а с 2020 года – всех гостиниц. За предоставление гостиничных услуг без соответствующего сертификата будут введены штрафы в отношении должностных лиц от 7 до 10 тысяч, в отношении юридических лиц от 40 до 50 тысяч рублей. За введение потребителей в заблуждение штраф для должностных лиц составляет до 20 тысяч рублей, для юрлиц – до полумиллиона. Авторы законопроекта считают, что поправки позволят создать более конкурентную систему средств размещения, а также послужат фактором для повышения качества гостиничных услуг. Сочи возглавил топ самых популярных курортов России для летнего отдыха. Это данные российского сервиса аренды жилья для отпуска Твилру. Рейтинг составлен по результатам анализа брони отелей и апартаментов для проживания с 1 июня по 31 августа. Четыре курорта Краснодарского края и шесть курортов Крыма входят в первую десятку популярных курортов, где россияне проведут свой летний отпуск по итогам раннего бронирования. Сочи, Ялта, Евпатория, Алушта, Феодосия, Анапа, Алубка, Геленджик, Севастополь и Ейск попали в топ-10 популярных курортов России для летнего отдыха в этом году. По данным Твилл.ру, российские туристы бронируют летний отдых на курортах на период с 11 до 16 ночей и платят за проживание от 200 до 2900 рублей в сутки. Дешевле всего в Анапе и Феодосии. Дороже в Сочи и Севастополе. Внимание у арендаторов земельных участков. Департамент имущественных отношений администрации Сочи уведомляет о централизованном изменении размера арендной платы. Изменения вступили в силу с 1 января в одностороннем порядке и касаются договора в аренде земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Размер арендной платы за земельные участки с января будет рассчитываться с учетом уровня инфляции. Он равен 4% и установлен федеральным законом о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. На создание комфортной городской среды Сочи в этом году потратит 300 миллионов рублей. Одноименный федеральный проект, рассчитанный на 5 лет, начинают реализовывать на территории края. Сочинцы, подавшие заявки на благоустройство придомовых и общественных территорий, в скором времени могут рассчитывать на начало работ. Попали в программу несколько дворов Лазаревского района. Под благоустройством дворов программа «Комфортная среда» подразумевает не просто замену уличного освещения, новые парковки, лавочки и детские площадки, но и ремонт ливневых систем озеленения. Лазаревцы, как и жители остальных районов, проявили инициативу и подали заявку на участие. Повезло жителям улицы Партизанская. Здесь в проект попали сразу несколько придомовых территорий. Пока же здесь важно следить за санитарным состоянием. Чем и занимаются управляющие компании и сами чиновники, которые ежедневно совершают обходы закрепленных за ними территорий. Не дожидаясь начала реализации новой федеральной программы, здесь готовятся к плановым работам. Мы должны привести в порядок весь район, зачистить, подкрасить фасады, отремонтировать кровли, крыши, подремонтировать дороги и так далее. Объем работы у нас очень большой, поэтому времени у нас мало. Сроки ограничены. Тем более у нас сейчас включается еще и программа, в которой будут задействованы федеральные деньги для ремонта этой территории. Кроме того, еще в программе будет рассмотрен ремонт сквера у нас, Кирова. Мы в первую очередь поставили в ремонт. Хотим сделать очень красивый сквер. Во время подобных обходов решения находят многим вопросом. Свои пожелания жители района озвучивают лично главе района. Так как жильцы у нас законопослушные в нашем доме, мы регулярно оплачивали взносы в фонд капитального ремонта. Ими была инициатива предложена поменять нам трубы водоснабжения. На общем собрании жильцы, обсудив этот вопрос, приняли решение, что пока на данный момент с водоснабжением, с трубами, этими коммуникациями у нас все в порядке. И обратились с просьбой отремонтировать за счет средств наш фасад дома. Этот вопрос сегодня на контроле и в администрации города. Что же касается проекта «Комфортная городская среда», то здесь необходимо участие самих жильцов многоквартирных домов. Либо финансовая, либо личная. Инициатива и помощь в виде субботников. Пока отмечают управляющие компании, местные жители в этом вопросе не активны. В этом году начнется Партизанская 4, 24-й дом переносится на 19-й год. Ну там более-менее, более молодой дом. И еще Партизанская 14 тоже попал в эту программу. Жильцы очень редко выходят на субботники. Домкомы, конечно, стараются вывезти их. Но большей частью, конечно, делаем мы своими силами. В целом на благоустройство в рамках федерального приоритетного проекта могут рассчитывать 2017 дворов, скверов и парков города Сочи. Ольга Десятого, Инга Габеша, Арак Таян, телекомпания ФКТ. В Сочи для участников инвестфорума на трассе «Формулы-1» пройдет забег. Мероприятие проведут 15 февраля, сообщает Кубань-24. Участие в забеге смогут принять все желающие. Для гостей будут доступны маршруты длиной 5,5 километров, 11 километров, 111 метров и 22 километра, 222 метра. Это один, два и четыре круга. Необходима регистрация, которую откроют на инвестфоруме 22 января. Массовый забег по трассе Сочи-автодрома стал одной из спортивных традиций форума. На старт выйдут самые спортивные участники, а также жители и гости Сочи. Начало забега в 7 утра. Напомним, российский инвестиционный форум проведут с 15 по 16 февраля. Наш регион представит на нем проекты по виноделью и переработке мусора. Стенд Краснодарского края на инвестфоруме сделают в футуристическом стиле. На Кубани продают купюры в 202 тысячи рублей. Новость о том, что свеженапечатанные банкноты поступили в банки, взбудоражила жителей края. Многим хотелось поскорее заполучить новенькую купюру, сообщает News Mail.ru. Первыми счастливыми обладателями новых банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей стали пенсионеры, которые получают ежемесячные выплаты дома. Почтальоны выдали им старые и новые деньги. Нашлись и те, кто на новых деньгах решил заработать. Предприимчивые дельцы стали продавать на сайтах бесплатных объявлений свежие банкноты по цене гораздо выше номинала. За купюру в 200 рублей просили от 230 до 300 рублей, а за 2000 купюру до 2700 рублей. Рассчитывают торговцы на нумизматов, которые непременно захотят к себе в коллекцию новые деньги. Между тем, такое вложение бессмысленно. Новые банкноты не являются памятными. В отличие, например, от 100-рублевых банкнот, выпущенных к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Их тираж не ограничен. Купюры в 200 и 2000 рублей – законное средство платежа. В случае, если новые банкноты отказываются принимать к оплате, жители края могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. День снега отметят в горах Сочи. Центральное событие пройдет 21 января вблизи поселка Эстасадок на курорте Горкий город. Участники соревнований, родители и их дети будут преодолевать полосу препятствий, бороться за награды турнира в зимней эстафете, состоящей из метания снежков, гонок на санках и элементов хоккея. Соревнования проводятся в рамках Всероссийского дня снега. К участию допускаются все желающие при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье, сообщает пресс-служба Краевого министерства физкультуры и спорта. Сочинские юно-армейцы в 2017 году приняли участие в сотне познавательных и оздоровительных мероприятий. Таковы итоги деятельности городского отделения Всероссийского молодежного военно-патриотического движения. Периодически на базе зенитного ракетного полка для сочинских юно-армейцев организовались спортивные праздники, военные игры и выставки современных образцов вооружений и боевой техники. Не менее двух раз в квартал на территории воинских частей подростки принимали участие в различных патриотических акциях. В день призывника выпускники ознакомились с условиями жизни и быта военнослужащих. Также был проведен слет-турнир по знаниям истории России. Ребята осваивали приемы самообороны и рукопашного боя, участвовали в походах по местам боевой славы. В прошлом году в ряды юно-армии в Сочи вступили свыше 300 юношей и девушек. Как всего с начала существования молодежного движения, в городе-курорте создано свыше 30 юно-армейских отрядов, которые объединяют 700 школьников и студентов в возрасте от 11 до 18 лет. Сегодня православные отмечают День памяти преподобного Серафима Саровского. В этот день, в 1803 году, чудотворец ушел из жизни. Он никогда не отказывал в помощи. Почти полжизни провел в отшельничестве и затворничестве. Проживал в лесу в келье, где творил чудеса, излечивая людей. Серафим Саровский считается одним из самых почитаемых в народе святых. После его смерти 15 января 1803 года его мощи хранились в Саровском монастыре до революции. А после бесследно исчезли и были найдены лишь спустя 70 лет в Ленинградском музее религии и атеизма. Оттуда были перевезены в Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области. 1 августа 1903 года Серафим Саровский был канонизирован. В этот день также отмечается День памяти чудотворца. А в 2007 году Московский патриархат объявил его покровителем ядерщиков, так как в Саровском монастыре в 1946 году был открыт Первый советский ядерный центр. Ну а в ночь с 18 на 19 января православные будут отмечать один из главных праздников – Крещения Господня. В Сочи для крещенских купаний готовят 10 мест. Там будут дежурить бригады скорой помощи, спасатели, казаки. Так, например, к традиции можно будет приобщиться на пляже Маяк, пляже Санатория Кристалл, на Крытах – это река Западный Дагомыс, на пляже Ривьера, реке Псезуапсе, на пляже поселка Головинка, на реке в районе Катковой щели. Собственники пляжей должны быть бдительными в этот день и организовать на берегу работу спасателей и фельдшеров. Утром 18 и 19 января во всех храмах города Сочи будут проведены службы, по окончанию которых священнослужители проведут чин водосвятия. По многолетней традиции рождественские праздники верующие адлерцы отметили в Свято-Троицком храме, а воспитанники воскресной школы подготовили для прихожан рождественский спектакль. Песни тоже были тематические. Солисты ансамбля «Золотой ларец» исполняли христианские произведения, в которых рассказывается о Рождестве Христове. Воспитанники воскресной школы Свято-Троицкого храма также подготовились к одному из главных православных праздников. Ребята разыграли сценку, описывающую рождение младенца Иисуса. На Рождество Христово дарят друг другу подарки. Мне кажется, что этот праздник очень хорошо сближает родных и близких, очень много любви передается и тепла. Слово взяли и священники. Благословил и поздравил прихожан с праздниками отец Алексей. Протеерей прочитал собравшимся проповедь, в которой призывал православных не забывать о существовании храмов. Не только дети, но и мы, родители, покажем доброту наших сердец. Будем друг к другу уважительны, вежливы, добропорядочны и будем стремиться делать больше добрых дел. Дети особенно ждут этого чуда. И они не подозревают, что доброта и любовь в этот мир входит через нас, взрослых. После праздничной части для детей устроили посиделки. Всех ребят пригласили на чаепитие. Рождественские старты Так назвали турнир по спортивной аэробике, который прошел в детско-юношеской спортивной школе номер 10. Подробности далее. Рождественские старты по спортивной аэробике – турнир ежегодный. В этот раз в нем приняли участие 100 спортсменов из пяти регионов России. Среди участников много сочинцев. Был отмечен высокий уровень их подготовки. Спортивная аэробика в нашем городе развивается с 2010 года на базе детско-юношеской спортивной школы номер 10 в Адлерском районе под руководством Ксении Бурьян. А два года назад была создана городская федерация по спортивной аэробике. Тренируют сочинцев Анаида Григорьева и Анастасия Тихонова. В этом виде спорта я хочу добиться очень высоких целей. Как говорится, нет предела совершенству. В будущем я бы хотела открыть свою школу. И преподавать там. Спортивная аэробика является одним из пяти видов гимнастики. Наряду со спортивной и художественной акробатикой и прыжками на батуте. Это сложный эмоциональный вид спорта, в котором спортсмены выполняют под музыку комплекс упражнений с высокой интенсивностью и сложными элементами. Соревнования проводятся по нескольким номинациям, индивидуальные смешанные пары, три группы. Спортсмены Сочи выступили достойно и заняли призовые места в различных номинациях, завоевав в общей сложности 21 медаль, а также призы за волю к победе. Наши спортсмены принимают участие в соревнованиях городского, краевого и окружного уровня с 2012 года. В настоящее время у нас занимается более 100 детей. Впереди у спортсменов первенство Кубани, а затем Южного федерального округа. Также воспитанники 10-й спортшколы примут участие в престижном турнире «Аэросочи», который проходит в Адлер-арене, в Олимпийском парке и ежегодно собирает более сотни атлетов со всей России. Елена Всецина, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Продолжение следует...